У нас сегодня очень интересный контент, потому что это шатуны FSA, очень старенькие, очень старенькие штуны, тяжеленные, и ось идет вот такая тонюсенькая, диаметра оси 19 мм, как у современных некоторых BMX-ов. То есть раньше делали ось не 22 мм, не 24, а делали всего лишь 19 мм вот эту тоненькую ось. Соответственно каретка называется MegaExo, здесь идет отверстие 19 мм, и такую каретку сейчас не купить, потому что в магазинах нету, в интернете нету, и нашел я только на Авито новую, одну единственную каретку на всю Россию за 4,5 тысячи. Надо это клиенту или нет, поэтому что не надо. А есть вот стандартная современная шамановская каретка, здесь у нас отверстие стандартное 24 мм. У SRAM и у современных FSA бывает еще каретка, где с одной стороны 24 мм, с другой стороны 22 мм. Посоветовались с клиентом, что ему больше интересно. И вот ставим вот такую вот каретку, это стандартная 52-я каретка Dior на внешних подшипниках, здесь отверстие ровно 24. То есть она у нас сюда будет вот так вот замечательно проваливаться. Чтобы это исключить, чтобы сэкономить клиенту денежку, вытащили вот такие вот проставки. То есть это просто по факту расширители диаметра, скажем так. То есть здесь у нас получается внутри 19, надеваются они вот так вот. То есть здесь у нас свободно, а вот где посадочное место, они достаточно плотно надеваются. И соответственно сюда они у нас будут вставляться очень просто. Ровно под 24 мм, точнее здесь пластмасса у нас 23,95, а здесь у нас ровно 24. То есть они так с упорчиком туда вставляются на смазочку. И все. Дальше за счет того, что у нас есть здесь бортик, у нас здесь будет меньше проставочных колечек, потому что у нас ширина стакана 68, а каретка тоже 68,73. Соответственно все это туда соберется. Проставочные колечки можно будет либо не ставить, либо поставить только одно вместо двух, как обычно это ставится. И таким образом мы адаптируем хорошие, крутые ФСАшные шутуны, которые еще послужат, потому что они у нас разборные, они у нас мощные, они у нас такие вот в очень хорошем состоянии, не мятые, не гнутые. И сэкономим клиенту денег, то есть вместо 4,5 тысяч за каретку, мы с него всего лишь возьмем 1000 рублей за вот эти вот штучки и 1800 за каретку диоровскую. В интернет-магазинах она сейчас даже дороже стоит, чем мы продаем. Поэтому, соответственно, в будущем клиенту уже вот эти штучки не надо будет заказывать, и когда у него эта каретка испортится через много-много лет, да, он поставит себе любую, либо китайскую на промах, либо шимановскую, какую угодно. То есть если вам необходима переточка каких-то нестандартных диаметров, обращайтесь, у нас есть хороший токарь, который вот это все может сделать. Редактор субтитров А.Семкин